На весь поселок Майкор в Усвинском районе и близлежащей деревне всего одна поликлиника. И та старая. Зданию больше ста лет. Как говорит заведующая, зимой одна и та же проблема. Пациентам холодно. Обслуживаемое наше население с ФАПами около 4386. Где-то вот такая цифра. В среднем порядка 60-80 человек поликлиника в день обслуживает. Местные жители рассказали, что слухи о строительстве нового здания поликлиники ходили давно. Однако никто не ожидал, что стройка начнет идти серьезными темпами. В июне этого года подрядчик взялся за работу и уже сегодня большая часть стен возведена. По планам в феврале новая амбулатория будет достроена. За ходом строительства следят специалисты управления капитального строительства Пермского края. Здание вообще строится уже в современных нормативах. Учтены как нормативы и для организации, осуществляющей медицинскую деятельность. По пожарной безопасности это будет 100% пожаробезопасное здание. И учтены требования сейчас именно для маломобильных населений. В целом задача по улучшению социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения поставлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым на ближайшую пятилетку. За пять лет в регионе будут построены 10 поликлиник, 7 больниц, 4 сельско-врачебных амбулаторий, 1 диспансер. Мы существенно увеличили финансирование. Именно поликлиники стали в этом году основными получателями тех дополнительных средств, которые в систему здравоохранения государство направило. В Аханске сегодня на завершающем этапе строительства нового лечебного корпуса. Готово само здание и кровля. Окрашен фасад, установлены окна, завершено благоустройство. Все объекты социальной инфраструктуры на особом контроле в Министерстве строительства Пермского края. Мы регулярно сюда выезжаем. Строительный контроль и технический надзор, выполняемый техническим заказчиком УКСом Пермского края, здесь вообще находятся регулярно, два раза в неделю минимум. Оба медицинских учреждения подрядчик планирует завершить уже в феврале. Роман Лубрец, Константин Старков, телекомпания «Ветта».